Девушки отдыхают Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что свершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Спорь с человеком умнее тебя, он тебя победит. Но из самого твоего поражения ты можешь извлечь пользу для себя. Спорь с человеком ума равного. За кем бы ни осталась победа, ты, по крайней мере, испытаешь удовольствие борьбы. Спорь с человеком ума слабейшего. Спорь не из желания победы, но ты можешь быть ему полезным. Спорь даже с глупцом. Ни славы, ни выгоды ты не добудешь. Но отчего иногда и не позабавиться? Не спорь только с Владимиром Стасовым. В стихотворениях в прозе Тургенева не так много произведений, отмеченных авторской иронией. К ним следует отнести миниатюру, с кем спорить. Хотя и в ней Тургенев не переступает черты допустимой язвительности. Оно замечательно еще и тем, что в нем упомянута конкретно историческая личность. Из 83 текстов стихотворений в прозе это всего лишь второе произведение. По другому поводу и о другом человеке Юлии Петровне Вревской он сказал в стихотворении, посвященном ее памяти. Некраса в последнем свидании и Левиардо в черепах, стой, когда меня не будет, лишь угадываются. Вечный вопрос, с кем спорить, писатель преподносит в жанре совета, напутствие, наставления, послания к своим читателям, которых считает доброжелательными единомышленниками. О чем мы узнаем во вступлении к этой книге. Четырехкратная анафора или единоначатие отражает всю парадигму данной жизненной ситуации. И в философских выводах лирического героя сомневаться не приходится. Но именно это нагнетение возможностей делает неожиданным последний абзац, увенчанный восклицательным знаком и запрещающий спорить с Владимиром Стасовым, известным художественным и литературным критиком, вечным оппонентом Тургенева по многим философским вопросам. Своё последнее слово в их яростной полемике он и сказал в этом художественном произведении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова